Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпании «Мозырь», «Жлобина», «Речицы», «Гомеля» и «Светлогорска» в студии Виктория Шинкаренко. Белорусские нефтяники приступили к добыче трудноизвлекаемой нефти. Репортаж из Светлогорска. 24 февраля на территории скважины номер 9100 мармовического нефтяного месторождения в Светлогорском районе было многолюдно. Сюда пригласили журналистов. Повод для этого был более чем весомым. Белорусские нефтяники приступили к добыче трудноизвлекаемой нефти посредством проведения кластерного многостадийного гидравлического разрыва пласта. Простому обывателю нелегко понять специфику даже традиционной нефтедобычи, не говоря о новшествах. Поэтому мы обратились за разъяснениями к человеку, который лучше других разбирается в технологии. Сначала спросили, что это такое – гидроразрыв пласта. Гидроразрыв пласта – это технология воздействия на пласт, подразумевающая закачку скважину жидкости разрыва с давлениями, превышающими давление разрыва горных пород. Образовывается специальная трещина в связи с тем, что разрываются породы. И туда закачивается расклинивающий материал, такой как песок, либо синтетический материал пропант, что не дает трещине сомкнуться. И мы имеем связь, углубленную с пластом, с продуктивным. И флюид поступает, так сказать, в скважину, а дальше мы его извлекаем на поверхность. Осваивать этот метод специалисты начали еще в 2007 году на 83-й скважине Давыдовской площади. В условиях, когда основные нефтяные резервы страны представлены трудноизвлекаемыми запасами, такой подход показал себя наиболее эффективным. Через три года технологию поставили на поток, начали применять более прогрессивные и ситуативные подходы. Это кислотные гидроразрывы, поинтервальные, азотно-пенные, агрессивные и другие. Таким разнообразием методик специалисты Беларусьнефти старались найти индивидуальный подход к каждой скважине в сложных геологических условиях Припятского прогиба. Постепенно на первый план вышел многостадийный гидроразрыв пласта. Технология отработана американцами и звучит не очень понятно. Plug and Perf. Plug and Perf переводится как пробка и перфорация. То есть мы, спуская перфорационные снаряды, заряды, инициируем их. Затем делаем гидроразрыв пласта. И затем на кабеле геофизическом, либо на гибкой трубе колтюбинговой спускаем пробку, перекрываем стадию, которая находилась ниже интервал и переходим выше. На данном объекте планируется 8 стадий, порядка 20 кластеров, где мы должны закачать в общей сумме 3500 кубов жидкости разрыва и порядка 700 тонн расклинивающего синтетического материала пропанта. Таким образом, кластерный многостадийный гидроразрыв пласта по технологии Plug and Perf – самая экономически выгодная и перспективная методика. Ее используют многие нефтяные компании, в том числе и Беларусьнефть. За год белорусские нефтяники выполнили 8 таких гидроразрывов на северо-домановическом, речицком, красносельском и мармовическом месторождениях. Эффективность новой технологии очевидна. Это в первую очередь сокращение циклов освоения месторождения и увеличение площади дренирования каждого пласта. Как следствие, нефти, даже трудноизвлекаемой, добывается больше. В Мозорском педагогическом университете работала международная юбилейная научная конференция, посвященная белорусскому писателю, чье имя носит Полесский ВУЗ. Шамякинские чтения «Писатель. Личность. Время». В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения классика белорусской литературы нашего земляка Ивана Шамякина. С 2006 года Мозорский педагогический университет носит имя знаменитого писателя. В честь него здесь проводятся шамякинские чтения. Это международная научная конференция, в год юбилейный и мероприятие особенное. Нынешнюю конференцию мы по праву можем назвать научным форумом. Почему? Потому что в оргкомитет поступило более 90 заявок от ученых, маститых ученых, молодых ученых, представителей педагогической общественности. Из России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Германии, Китая. По праву Международный научный форум. Пленарное заседание у нас проходит в обычном режиме, но, к сожалению, по объективным причинам к нам не смогла приехать Татьяна Ивановна Шамякина, но отправила в адрес оргкомитета очень содержательное приветственное письмо, приветственный адрес с искренними воспоминаниями о жизни и деятельности своего отца, о том, что он, конечно, был в Мозыре, что прежде всего его интересовали вопросы становления, формирования молодого поколения. На этой конференции традиционно Иван Шамякин рассматривается как писатель, как многогранная личность, как журналист и общественный деятель. Биография произведения, смысловая в них нагрузка, контекст, философия, языковые приемы, благодаря которым это один из популярнейших белорусских авторов. В Мозырском педагогическом Иваном Шамякиным не просто гордятся, здесь его любят и боготворят. Его и все то, что он создал. Мы означаем 100 годов изнароджения классика нашей белорусской литературы, который сделал гонор не только нашему региону, в поляшу так само, но и всей Беларуси. Книги Ивана Петровича Шамякина, до речи, по вопросам школьников, являются самыми читабельными во всей Беларуси. Они перекладены на многие мовы других народов света. Иван Петрович Шамякин уникальный письменник, потому что он являлся летописцем своего часу. Никто так подробязан про культуру, навуку, освету, материальные набытки белорусов, никто так не описал, как этот великий письменник. В Мозырском вузе столетия Шамякина решили отметить целым рядом мероприятий, конференции, форумы, литературная гостиная. Все во славу классика белорусской литературы. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Один незадачливый рыбак провалился под лед, второй рыбак решил помочь товарищу, но сам провалился в полынью. Легенда совместных учений, которые прошли в Светлогорском районе. 26 февраля в половине 11-го в центре Светлогорска наблюдалось оживленное движение спецтранспорта. Сначала в сторону набережной пролетела скорая. Вслед за медиками, с включенными маячками и звуковым сигналом через перекресток проехала машина спасателей. Она тоже направилась вниз к реке. Сразу успокоим, ничего чрезвычайного не произошло. Это были учения, проводимые различными службами в рамках Республиканского единого дня безопасности. Первый эпизод – проезд перекрестков со спецсигналами. Сотрудники госавтоинспекции наблюдали, пропускают ли водители спецтранспорт. В этом смысле здесь все было нормально. Основные действия развернулись возле спасательной станции «Освод». Именно сюда так торопились пожарные и медработники. Согласно легенде учений, один незадачливый рыбак провалился под лед. Девушка, гулявшая на берегу, позвонила в МЧС. Там отреагировали на вызов, в свою очередь передав информацию в «Освод» скорую помощь. Специалисты «Освода» приступили к операции по спасению утопающего. В это время другой рыбак решил поучаствовать в благородной миссии, но сам провалился в полынью. Прием! Пока «Осводовцы» выручали первого бедолагу, на помощь второму подоспели спасатели Светлогорского Ручеяэс. Очень быстро, но без суеты они приготовились и отправились на лед. Чтобы достать из воды пострадавшего и передать его в руки медиков, понадобилось чуть больше минуты. Смотрите сами. ЗВОНОК В ДВЕРЬ На берегу залива у спасательной станции стояли зрители. Учеников нескольких школ специально пригласили, чтобы они могли увидеть спасательные операции вживую. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаменитый сатирический лозунг приобретает вполне серьезный смысл, когда помощи ждать неоткуда. Например, рыбак оказался в ледяной воде, вдали от населенного пункта. Кстати, чаще всего так и бывает. На этот случай матрос-спасатель освода Илья Панарин продемонстрировал несколько приемов самоспасения. Сначала без спасательного жилета выбрался из полыньи и откатился на безопасное расстояние. Потом повторил то же самое, но уже в жилете. В третий раз Илья Васильевич нырнул в прорубь. На этот раз для того, чтобы продемонстрировать эффективность специальных зацепов. Как видите, на реальных примерах дети учатся, как действовать при внештатной ситуации и видят действия спасателей. Резкое потепление всегда представляет опасность. На водоемах появляются промоины, лед становится рыхлым и непрочным. Кроме того, он уже не трещит, как в начале, и рыбаки не чувствуют угрозы. Поэтому спасатели не устают напоминать о том, что выход на лед опасен всегда, а весной особенно. Если вы увидели, что человек провалился под лед, набирайте телефон службы спасения 101 или 112. Количество мазырян, ставших жертвами киберпреступников, продолжает увеличиваться. В оборот так называемых вишеров попал и журналист телеканала «Мозырь». Какую сумму удалось выманить мошенникам, на этот раз узнаете из следующего сюжета. Беларусьбанка Здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности Беларусьбанка. С вашим счета в настоящее время ведутся подозрительные операции. Звонок на вайбер корреспондента телеканала «Мозырь» едва не застал врасплох. Информация о телефонных мошенниках и их жертвах не новая, хотя и не теряет актуальности. Стоит сказать, псевдопредставитель банка был весьма убедителен. В историю со взломом счета в 21 веке легко поверить, а страх лишиться накоплений – еще один триггер. Вынужден вас уведомить о том, что после того, как мы с вами разъединим связь, банк не будет нести ответственность за утерю ваших денежных средств, поскольку мы с вами связались и предоставили вам полный петель информации по данному сотруднику. Вы отказались от услуг данного сотрудника, поэтому банк не будет нести ответственность за утерю ваших денежных средств. Данные свества застрахованы, то есть вы можете не переживать. То есть если я вам сейчас назову номер своей карты, то в любом случае мои деньги останутся со мной? Конечно, данные свества уже застрахованы. Как говорится, голь на выдумку хитра. И на любое возражение мошенник находил твердый контраргумент. Но я в банке никаких документов на страховку не подписывала. После того, как я вас верифицирую в реестре нашего банка, данные свества будут застрахованы на момент, когда мы будем деактивировать данные неправомерные действия. Так, а если вы мне звоните из Беларусьбанка, так у вас же должен быть номер моей карты. Давайте сверим последние цифры просто. Нет, данная информация по регламенту банка в случае неправомерных действий должна свериться с клиентами. Ну, так это по регламенту банка, если я назову сама добровольно свои номера своих счетов, то потом я несу ответственность, если у меня спишут деньги. Нет, это случай, если вы будете называть третьим лицом. Вы сейчас встречаетесь с данным банком. Сейчас ведет аудио диктация. Вам записывают данные разговоры. Прокомментировать ситуацию мы попросили непосредственно представителя Беларусьбанка. Как обезопасить себя в такой ситуации? Несмотря на то, что звонки поступают якобы из банка, каждый должен понимать, что персональные данные банк никогда не запрашивает. То есть вам никогда не позвонит работник банка и не будет уточнять номер карты, код ЦВЦ, либо ЦВВ, который находится с обратной стороны на карте, трехзначный код, либо какие-то другие пароли. Работники банка не осуществляют звонки непосредственно с Вайбера. То есть тоже это должно насторожить. И в случае, если действительно просят указать какую-то информацию, то просто необходимо ссылаться на то, что клиент сам перезвонит в банк для выточнения. Звонки от мошенников сегодня поступают в основном через мессенджеры – Вайбер, Ватсап, Телеграм. Но входящий номер из России, Украины, Литвы или Эстонии могут киберпреступники пользоваться и специальной программой – анимайзер. Тогда на экране телефона может высветиться реальный номер банковского колл-центра. В случае, если возникают какие-то вопросы у работников банка, действительно работник банка может позвонить клиенту, попросить подойти с паспортом в банк, к примеру, для актуализации какой-то необходимой информации по счету клиента. Либо если работник банка звонит клиенту, предлагает какие-то продукты и услуги, то, естественно, он просто предлагает, не требуя никаких предоставительных данных по телефону, и предлагает клиенту подойти в определенное время, в определенную дату для совершения необходимой операции. Приятный голос, уверенный и слегка сочувственный тон знания психологии человека. Так сегодня выглядит темная сторона высоких технологий. Чтобы потом не плакать об утерянных финансах, никому и никогда, особенно по телефону, не называйте номер карты, срок ее действия, трехзначный код на обратной стороне карты и пароль, а также коды подтверждений операции из СМС. Екатерина Юрченко, Светлана Грудькович, Лавприписнов, телеканал Мозырь. Смотр-конкурс кадетских классов, посвященный 23 февраля, прошел в Светлогорске на базе шестой школы. Конкурс «Смотр строя и песни «Здравия желаем» состоялся 27 февраля в спортзале шестой школы Светлогорска. Проводился он среди кадетских классов 2, 3, 4 и 8 и посвящен был Дню защитника Отечества. Пять, два, наш отряд идет! Три, четыре, наш победа идет! Пять, шесть! В одну сирену трое, все! Все отряды по очереди, начиная с младшего, показали свои выступления. Оценивать уровень строевой подготовки школьников пригласили двух офицеров – представителя ручея старшего лейтенанта Василия Шкута и майора милиции Николая Шибанова. Смотр строя и песни, согласно положению, включал командные и индивидуальные строевые упражнения, исполнение речевки и песни – рапорт начальнику. Во время выступления класса особое внимание уделялось командирам. Уровень их подготовки члены жюри должны были оценить в отдельной номинации. Чтобы уравнять шансы разновозрастных участников, организаторы смотра разработали строевые приемы различной сложности. Конечно, самая зрелищная программа была представлена кадетами старшего класса. Продолжение следует... Конкурс чтецов немного выделялся из командно-строевого стиля мероприятия, но полностью соответствовал его патриотической направленности. Ребята читали стихи, посвященные мужеству защитников Родины. Поздравляем мы сегодня, в чем защитник по наоборот. Будьте смелы и сильны на занятии всей страны. Настоящие успехи будут всем всегда нужны. Когда подошло время определения победителей, судьи были единодушны. Лучший командир отряда – Елизавета Гордей, 2-й класс. Второго кадетского класса – Гордей Елизавета. Первое место. Она же стала и победителем конкурса чтецов. Первое место в конкурсе «Строя и песни» вполне ожидаемо и заслуженно заняли кадеты 8-го класса. Они стали обладателями диплома первой степени и переходящего кубка. Все четыре команды получили дипломы, призы и большие пироги. Музей боевой славы 20-й Сталинградской речицкой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова истребительной противотанковой артиллерийской бригады РГК основан в средней школе номер 5 Речицы в мае 1975 года. Совет музея организует и проводит экскурсии для школьников, традиционные встречи с ветеранами войны и труда, воинами-интернационалистами, почетными жителями города и района. Накануне 23 февраля музей принимал гостей, участников акций о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне забыть не сможем никогда. На протяжении многих лет экспозиции музея пополняются. Ученики школы, жители города приносят в дар музею документальные сведения своих родных и близких, участников войны. В частности, музей обогатился новыми сведениями о речичанине Михаиле Петровиче Сытько, чьим именем названа одна из магистральных улиц Речицы. Эти материалы построены на личных воспоминаниях ветерана. Будучи военным специалистом, он участвовал в обороне Сталинграда, затем в составе 346-й краснознаменной Дебальцевской дивизии прошел с боями по фронтам Великой Отечественной войны. Был награжден орденами Красного Знамени, Суворова, Невского, Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красной Звезды. Другим примером дарения школьному музею матеря в своем дедушке Михаиле Васильевиче стала бывшая ученица нашей школы Сидорика Ирина. В основу личных воспоминаний легли подлинные документы военных лет, фронтовые письма, справка военной лечебной комиссии, текст молитвы из домашнего архива. Здесь вы можете их увидеть. Вот эти материалы особенно интересны тем, что они датированы переломными и сложными периодами Великой Отечественной войны, тем самым вызывая учащихся особый трепет и почтение к истории своего Отечества в трудное для него время. Фонд музея пополняется находками, обнаруженными во время проведения сельскохозяйственных работ в поле на огородах. Их приносят ученики. Так в музее появляются новые экспонаты, найденные солдатские котелки, кружки, ложки, пустые гильзы от боевых патронов времен Великой Отечественной войны. Ветеранская переписка постепенно угасает, уходят из жизни бывшие бойцы 20-й бригады. Те, кто бодры и крепок, остаются единицы. Но связь поколений и времен не прерывается. К переписке давно присоединились родные и близкие ветеранов. Школьный музей является центром военно-патриотического воспитания учащихся. В праздничные и знаменательные дни здесь проходят экскурсии. Младших школьников принимают в ряды пионерской организации, старших – в члены Белорусского Республиканского Союза Молодежи. В субботу, 27 февраля, участники конкурса красоты и талантов «Мини-мисс» и «Мини-мистер» собрали в Большом зале Светлогорского Центра культуры довольно внушительную компанию. Шесть мальчиков и шесть девочек решились предстать перед зрителями и жюри, демонстрируя свои способности и родительский креатив. Итак, бурными аплодисментами встречайте участников шоу-конкурса «Мини-мисс» и «Мини-мистер» города Светлогорска 2021. Мальчишки и девчонки, а также их родители, а также братья и сестры, дяди и тети, бабушки и дедушки, соседи и друзья. В общем, 12 участников конкурса красоты и талантов «Мини-мисс» и «Мини-мистер» собрали в Большом зале Светлогорского Центра культуры довольно внушительную компанию. Шесть мальчиков и шесть девочек решились предстать перед зрителями и членами жюри, демонстрируя и свои способности, и родительский креатив. Ведь лучший из лучших мечтаю я быть, и первое место хочу раздобыть. Конкурс состоял из четырех туров. Первый, самый сложный, назывался «Суперстар». Каждый ребенок рассказывал о себе и своей семье. В ход шли разные способы самопредставления – стихи, песни, подтанцовка и даже игра на гитаре. Каждое выступление, согласно условию конкурса, сопровождалось медиапрезентацией. ПЕСНЯ Следующим был флешмоб «Нон-стоп». Дети танцевали под современную музыку, делали это все вместе. Поэтому на соперничество этот тур был совсем не похож. В туре авангардной моды «Лайк фэшн» участвовали родители и старшие члены семьи конкурсантов. Не в прямом, конечно, смысле слова, а заочно. На сцене выступали дети, но согласитесь, придумать такие образы, изобрести и изготовить костюмы под силу только взрослым. И они постарались, можете в этом убедиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принцесса-русалочка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы приглашают кавалеров. Так можно было назвать четвертый, завершающий этап конкурса. Шесть пар в вечерних нарядах устроили настоящий бал. Конечно, в движениях юных леди и джентльменов не хватало изящества и отточенности опытных танцоров. Но важность и торжественность такого мероприятия почувствовали все зрители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Члены жюри, конечно, выполнили свою нелегкую миссию, подсчитали все баллы, плюсы и минусы. Но сегодня мы отойдем от традиции называть победителей, как в различных номинациях, так и в голосованиях и опросах. Ведь там, где есть победители, по логике должны быть проигравшие. На наш взгляд, в любых детских конкурсах вообще не может быть проигравших. Раз ребенок решился на участие, готовился и старался показать свои таланты перед многочисленной публикой, он уже победитель и никак иначе. Мы назовем всех участников Светлогорского конкурса «Мини-мисс» и «Мини-мистер», всех его победителей. Евгения Ивашина и Матвей Клицков, Бажена Тодорова и Захар Васьков, Ксения Харьковенко и Роман Чеплинский, Елизавета Митрохович и Глеб Синько, Диана Дикун и Степан Мальцев, Нелли Юковская и Алексей Лобанов. Родителям, участникам и дорогие зрители, вам за ваши теплые аплодисменты, улыбки и поддержку наших конкурсантов. Дорогие друзья, мы не говорим вам прощаем, мы говорим вам до новых встреч. На республиканском фотоконкурсе, организатором которого выступила газета «Беларусь» сегодня, одно из первых мест занял Мазырянин, инженер по охране труда на государственном предприятии совхозком «Бенадзаря» Сергей Дишук. Жюри оценило его работу «Рассвет в деревне» и, как результат, первое место в номинации «Моя малая родина». Мир через призму фотоаппарата, взгляд на пейзаж, будь то природный или урбанистический, в поисках удачного ракурса освещения композиции. Мазырянин Сергей Дишук совмещает техническую профессию инженера по охране труда совхозкомбината «Заря» с творческим хобби – созданием фотошедевров. Увлечение передалось по наследству от папы. Фотографировать начал еще в 2008-м. После был перерыв. А когда появилась профессиональная техника, хобби заиграло в новых красках, причем в буквальном смысле. Современными гаджетами каждый может почувствовать себя фотографом. Но чтобы стать профессионалом, нужны талант и знания. Мои фотопрогулки планируемые. То есть я изучаю погоду текущую, положение солнца, какие-нибудь явления атмосферные. И в зависимости от результатов планирую, куда бы пойти, чтобы какой-нибудь удачный кадр выхватить. Хороший и качественный снимок – это в первую очередь понимание работы фотокамеры. И также чувство композиции, то есть знание приемов композиции, по которым строится кадр. Я люблю фотографироваться все и понемногу. То есть в основном это пейзажи, природа, дополнение архитектура, животные, транспорт. Все, что можно заснять. Иногда снимаю людей и мероприятия общественные, которые проходят в городе. Сергей Дишук активен в соцсетях. У Мазырянина есть собственный сайт, где размещены 3D-панорамы города и окрестностей. Там можно совершить виртуальную экскурсию. И вот решил выйти на новые конкурсные горизонты. Фотография «Рассвет деревни» заняла первое место в номинации «Моя малая родина». Фотоконкурса «Мой родный куд». Чтобы поймать золотой свет, который излучает едва проснувшееся солнце, пришлось встать очень рано. Когда я пришел в Бибике, я выбрал локацию. Это был дом, очень старый. В это время был рассвет. Сделал несколько разных снимков с этим домом. А потом стал возвращаться. Солнце стало больше подниматься. Больше пространство стало окрашиваться в золотистый свет. И в один момент, возвращаясь уже домой, я увидел интересную композицию в контровом свете. И как все золотом залито. И сделал свой снимок, который стал победным. Яркое солнце, голубое небо, зеленые деревья. Летний позитивный пейзаж красив сам по себе. А вот попробуй показать сильные стороны, зябкости, сырости и унылости. Такое под силу только фотохудожнику. Безусловно, можно, но они будут не очень такие красочные. Но в основном выигрыш состоит в удачной композиции, а не в цвете. Холмистый, уютный, свой родной. Мозырь и мозырщина действительно вдохновляют. В особенности людей творческих. Тех, кто умеет видеть красоту. Ту, которая находится не на поверхности, а гораздо глубже. Красоту со смыслом, с философией. Ту красоту, которую находит Сергей Дишок, он не прячет и не скрывает. А щедро делится фото-печатлениями со своими подписчиками в соцсетях. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова